20 марта отмечается Международный день астрологии. Праздник, почитаемый среди тех, кто умеет составлять натальные карты и знает, в каком доме Венера. Он приурочен ко дню весеннего равноденствия, началу нового астрологического года. Наш корреспондент узнал, как сегодня составляют прогнозы современные астрологи, каким предсказанием стоит верить, а каким нет. Елена по образованию преподаватель географии, но по специальности работать не стала. Ещё со школьной скамьи её притягивала астрология. Но семейная забота, основная работа не давали возможности заняться любимым делом. Только спустя годы женщина всё-таки вернулась к изучению астрологии. Прежде всего, для того, чтобы разобраться в себе. Спустя время, получив необходимые знания и навыки, решила помогать другим разобраться, казалось бы, в простых, но, с другой стороны, неоднозначных вопросах с помощью звёзд. Как нам нужно расслабиться? Это положение Луны в нашей натальной карте. Как мы можем достичь каких-то высот в своей деятельности? Это солнце наше. Как мы можем применять свои интеллектуальные способности? Что нам нужно для того, чтобы действовать? То есть различные такие моменты. И всегда используются методы компенсаторики. То есть компенсация тех моментов, которые у нас не очень удачны в натальной карте, для того, чтобы быть эффективным в жизни. Чтобы составить персональный прогноз, первое, что необходимо, натальная карта. Это снимок звёздного неба на момент рождения человека. Если каких-то 50-100 лет назад, чтобы её составить требовалось много времени, сегодня за астрологов это делает специальная программа. Нужны только даты, время и место рождения человека. Пара секунд и карта на экране. Но её важно правильно прочитать. И сделать это у простого обывателя не получится. И вот такой прогноз, по словам Елены, не имеет ничего общего с прогнозами, которые транслируются ежедневно по теле- и радиоэфирам. Это затрагивает наши солнечные знаки зодиака. Обширный пункт. И поэтому сложно сказать, чтобы все люди на планете были сегодня в таком-то расположении духа или с такими-то событиями. Конечно, строится натальная карта именно непосредственного человека. И накладывается на неё снимок звёздного неба по движущимся планетам. То есть по тому положению планет, которые сейчас находятся на звёздном небе. И вот именно вот это наложение двух карт, оно и даёт события. И оно даёт окрас тем событиям, которые произойдут. То есть мы можем сказать, какие события произойдут и как они произойдут. Согласно статистике, чаще всего за астрологическим прогнозом обращаются женщины, потому что именно они чаще погружаются в самопознание. Но разобраться, что сулят звёзды, помогают как раз представители эзотерической профессии, астрологи.